Не бросить своих, как нам спасти жертвы банды Зеленского. Ростислав Ищенко на ukraine.ru за 9 апреля 2022 года. Но прежде чем продолжить, хочу поблагодарить Сергея за денежный перевод через Яндекс.Деньги. Юмани называется. Я просто туда перестала заглядывать вообще во все эти кошельки, так как поняла, что никакой помощи больше не будет. А сегодня просто как-то вот зашла, заглянула и видела. Сергей, большое спасибо. Поехали. Так называемый секретарь, так называемого СНБ, так называемый Украины военный преступник Данилов сообщил, что по приказу своего шефа военного преступника Зеленского организовал подготовку списков коллаборационистов. С точки зрения Данилова, таковыми являются не только те, кто сотрудничал с российскими войсками и не только те, кто принимал российскую гуманитарную помощь, и даже не только те, кто просто не выражал публично отвращение в отношении России и русских. По словам Данилова, коллаборационистами будут считаться даже те, кто выступали на всех телеэфирах нашей страны, были ведущими наших программ и взывали о нашем государстве, о стране, о демократии, о свободе слова и много других вещей. То есть любой человек, чье мнение в конкретный момент, пусть даже случайно, не совпало с актуальной позицией киевской хунты или совпало не полностью, или чей восторг банды Зеленского показался недостаточным, рискует попасть в списки коллаборационистов с перспективой в ближайшем будущем оказаться реквизитом при подготовке очередной провокации в очередной пуче. Режиму «Кровь из носу» нужны миллионы жертв российской агрессии. Если Россия их ему не предоставляет, он сам справится. В конце концов, убийство беспомощных и безоружных – любимое занятие так называемых героев Украины, решающий аргумент в политической дискуссии. Расширительное толкование Даниловым термином «коллаборационизм» свидетельствует об окончательном превращении украинского режима в обычную нацистскую банду. Подчеркну, это уже не нацистское государство, а нацистская банда. В Рейхе у Гитлера действовали хоть и специфические, но законы. Даже евреев нацисты вначале пытались выдавить за границу и лишь в 1942 году, убедившись, что западными государствами управляют такие же антисемиты, не рвущиеся предоставлять убежище миллионов евреев Рейха, перешли к тотальному уничтожению. Все остальные могли чувствовать себя в относительной безопасности, если они сами и их близкие, в Рейхе действовал принцип коллективной ответственности близких родственников, не нарушали нацистские законы. В банде Зеленского никакой закон не действует. Случайной жертвой произвола вооруженной нечисти может стать каждой. То, что нечисть еще и сама себя иногда убивает, не проблема. Проблема в том, что друг в друга они стреляют редко, в основном в мирных и безоружных. Банда Зеленского хуже, чем банда пана-атамана Грициана Таврического в свадьбе в Малиновке. Грициан Таврический – пародия на махновских атаманов, создававших анархические крестьянские республики, а Зеленский – пародия на гоголевского янкеля, играющего Тараса Бульбу. Зеленский хочет вызывать страх, но вызывает только мерзкое чувство годливости. Тем не менее, людям грозит реальная опасность. Причем, если случайным людям грозит случайная опасность, кто-то попадется под руку отрядам терр-обороны при подготовке очередной бучи, но большинство чаша себя минет, то людям, которые действительно пытались с нацистским режимом бороться или, по крайней мере, публично высказывали несогласие с его идеями, целями и методами, опасность грозит нешуточная, не случайная. По состоянию, на две недели назад только в Киеве числилось 600 человек оппозиционеров, арестованных из БУ или просто пропавших, среди них Дмитрий Джангеров, Василий Волга, Ян Токсюр и многие другие. За две недели количество схваченных и пропавших увеличилось раза в два, судя по сообщениям из Киева о новых арестах. Но официальная статистика больше не публикуется. Помимо этого, людей просто убивают или, в лучшем случае, избивают до полусмерти на улице, как избили Диму Казионова, лежащего сейчас дома с поломанными ребрами, без документов, изъяли неведомо кто и без денег. Патриоты конфисковали, заодно отобрав машину. При этом Дима, не будучи журналистом, никогда ничего не писал о Хунте, не высказывался радикально в соцсетях, он просто дружил не с теми, с кем надо. Часть людей перешла на нелегальное положение и сидит в подполье, без денег, без работы, уже почти без надежды дождаться освободительную армию. Когда войска стояли в пригородах Киева, была надежда, что отсеживаться в подполье придется 1-2 недели. На это у людей должно было хватить собственного накопленного ресурса. Но сейчас понятно, что скрываться от нацистских убийц им придется не менее нескольких месяцев. За это время некоторые рискуют просто умереть с голода. У российского руководства достаточно проблем с проведением спецоперации, с разгорающейся войной против России коллективного Запада, с отечественной пятой колонной, пытающейся убедить Кремль и народ в необходимости капитуляции и покаяния перед Западом. Если мы будем надеяться на то, что российские чиновники озаботятся судьбами уничтожаемых Хунтой последних русских на Украине, мы обречем наших товарищей на гибель. Чиновники просто даже не узнают о существовании такой проблемы. У нас нет ведомства, специально занимающегося проблемами русских на Украине, а за пределы своей компетенции аппарат по собственной инициативе не выходит. Чтобы проблему заметили и начали решать, ее необходимо обозначить. Это как бессмертный полк, ставший общегосударственным мероприятием, но родившийся как народная инициатива. Что мы можем сделать? Для начала хотя бы собрать в редакции «Украина.ру» деньги для поддержки тех, оставшихся на Украине авторов, которые не могут сейчас писать для издания и лишены средств к существованию. Думаю, что 1100 мы вполне способны собрать, скинувшись по кто сколько может. На эти деньги на Украине могут существовать месяц 5 семей. Собрав деньги и найдя способ их переброски на Украину, мы на втором этапе можем обратиться к руководству МИА России сегодня с просьбой поддержать эту акцию информационно и организационно, распространить ее на все агентства. Особо подчеркну, что финансирование поддержки, преследуемых украинским режимом, должно осуществляться исключительно на добровольные пожертвования, чтобы ни у кого не возникало искушения попытаться вызывать недовольство населения тем, что бюджетные деньги тратятся на граждан другого государства, которые по каким-то причинам за 8 лет не смогли или не захотели перебраться в Россию. На третьем этапе агентство может уже официально обратиться в Кремль с просьбой подумать о законодательном обеспечении народной инициативы. Расширение поддержки на всех украинских узников совести, а не только на журналистов или известных политиков. Мы должны составлять и публиковать списки незаконно задержанных, подвергшихся за свои политические взгляды нападениям пропавших без вести, выносить ссылки на эти списки на первой странице изданий, рассылать их в Думу, в АП, в Следком, в МИД, в зарубежные посольства в Москве, в том числе в посольства стран, поддерживающих Украину. С этих последних требовать ответ за поддержку людоедского нацистского режима. Нацисты боятся огласки своих злодеяний. Максимальная публичность, максимальная огласка могут спасти хотя бы часть преследуемых сегодня на Украине наших товарищей. Но бороться надо за освобождение всех, без исключения политических заключенных Украины, в том числе и тех, кто сам поддерживал становление нынешнего режима, а потом, проиграв конкурентную борьбу, оказался в оппозиции нынешней власти. Те украинские политические заключенные, которые не поддерживают Россию, которые причастны к преступлениям киевского режима, должны быть судимы открытым судом за свои реальные, а не вымышленные Киевом, преступления. Они должны получить срок не за пособничество Кремлю, а за соучастие в государственном перевороте, развязывании гражданской войны, подготовку агрессии против России и Белоруссии. Любой человек имеет право на беспристрастное судебное разбирательство. Его вина должна быть доказана, а не провозглашена Зеленским или Даниловым. Тысячи брошенных на Украине за решетку и будут в ближайшее время убиты, чтобы освободить в тюрьмах места для анонсированных Даниловым десятков тысяч новых коллаборационистов. Западные покровители поставили перед киевским режимом задачу оставить от Украины набитые трупами руины бывших городов и сел, безжизненную, отравленную трупным ядом землю, которую пришлось бы заселять и обустраивать заново. Российская армия делает все для того, чтобы сорвать людоедские планы хунта и ее хозяев, но спасти всех она не в силах. Наша задача помочь ей, максимально осложнив украинскому зверью процесс расправы над русскими людьми. Чем больше в мире будут говорить об украинских политзаключенных, чем больше вопросов об их судьбе будут задавать хунте, тем сложнее будет палачам тихо от них избавляться, тем меньше в конечном итоге они убьют, тем больше людей доживет до победы, тем больше будет в конечном итоге тех, кто готов помочь России и после войны навести нормальный порядок на украинских территориях. Не бросить своих, как нам спасти жертвы банды Зеленского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова